Итак, насколько серьезны планы оппонентов медреформы и есть ли шанс ее остановить? Это вопросы для Юрия Бойко, лидера оппозиционного блока, гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Ну, ваша фракция очень жестко выступает против медицинской реформы. Вот вы действительно верите, что ее удастся остановить? На самом деле мы будем бороться, поскольку мы считаем, что это абсолютно антинародное и страшное для страны явление. Ну, как можно было создавать коррупционного монстра, единого центра и агентства по распределению всего бюджета Министерства охраны здоровья, 97 миллиардов, без участия местных органов власти, самочинно как-то в центре, чиновники понимают решение, кого финансировать, а кого нет. Прямой путь коррупции и разрушения всех принципов децентрализации. А второй момент это, как можно было узаконить платную медицину, нарушение Конституции, когда люди доведены до нищеты и вообще им нечем платить. У нас никто не против и все за то, чтобы реформировать медицину. 75% населения считает, что медицина работает плохо. Мы предложили свой вариант, давайте не выдумывать велосипед. Вряд ли эти 75% хотят оплачивать. Естественно, люди сейчас уже в шоке. Мы говорим, давайте сделаем, не надо выдумывать велосипед, давайте сделаем так, как пошел весь мир. Сделаем страховую медицину в классическом виде. Государство платит за пенсионера, есть страховые компании, за работника платит работодатель. На эту сумму мы даем им льготы по тарифам, по налогам. И это люди понимают, кто за них будет платить. А что делали сегодня? Сегодня просто узаконили платную медицину и сказали людям, выбирайтесь как хотите. Может, ваше предложение не нашло отклика, потому что оно не включает новосозданную службу, которую нужно создать по охране здоровья, который предрекает бюджет минимум 70 миллиардов. Которая будет делить деньги в ручном режиме. Это прямой путь коррупции. Хорошо, а какие-то предохранители уже сейчас можно предусмотреть, ввести в действие, в законодательное русло, чтобы не было коррупции на этом уровне? Вот мы хотели их ввести, мы вводили, предлагали свои поправки. Они, к сожалению, были отвергнуты, поэтому наша фракция сегодня собирает подписи, и мы будем обращаться в Конституционный суд, для того, чтобы этот закон был признан незаконным. Точно так же мы сделали по закону об образовании. И когда нам апологеты этих законов говорили, что они хорошие, что давайте их примем, то у нас встречное предложение. Мы за. Если вас устраивает закон об образовании, вы считаете его прогрессивным, и медицинская реформа. Забирайте своих детей из Лондона и швейцарских школ, учите их здесь и лечитесь здесь тогда. И это будет тогда справедливо, люди поймут, что вы вместе с ними переживаете эти трудности. Вы знаете, это вы озвучили одно из самых популярных пожеланий в соцсетях после принятия медицинской реформы. А второе пожелание мне высказали, и мы высказали, что те депутаты, которые голосовали за медицинскую реформу, должны заключить договор с семейным врачом, и этим семейным врачом должно стать исполняющий обязанности министра здравоохранения. Вот если можно ей доверить реформу, почему ей не доверить тогда свое здоровье, пусть они так и делают. Число министра ей доверят, поговаривают в куларах, чтобы Народный фронт хотели после именно голосования за медреформу назначить Супром все-таки уже министром. Я не знаю, что будет делать Народный фронт. Мы считаем, что сегодняшнее действие руководства Министерства здравоохранения, особенно ее инициатива, когда она предложила сделать платные роды, в условиях, когда у нас в стране падает население, демографический кризис, и государство наоборот должно стимулировать рождаемость, это свидетельство как минимум о диком непрофессионализме. Поэтому мы никогда не проголосуем за кандидатуру, сегодня исполняющую обязанности Аспири Супрун в качестве министра. Давайте поговорим о других вопросах, за решение которых очень активно боролись на этой неделе в Раде. Что может тоже закончиться голосованием за? Например, отмена неприкосновенности, антикоррупционный суд, изменение правил проведения выборов. Ваш прогноз. Наша позиция, я вам сказать, позицию нашей политической силы. Мы выступаем за то, чтобы была отменена неприкосновенность всех, кто ее имеет. Это президент, судьи, они сейчас завуалировали эту неприкосновенность и думают, что обманули общество. И народные депутаты. Потому что этого хотят наши избиратели. Люди хотят справедливости, люди хотят, чтобы в сегодняшней ситуации все были ответственны перед законом. Касательно антикоррупционного суда, мы высказали свою позицию, мы против этого. Потому что мы считаем, мы когда голосовали за судебную реформу, наша фракция за это голосовала, мы считаем, что наиболее коррумпированная сегодня отрасль, это судебная, должна быть реформирована, и все суды должны быть справедливыми. И поэтому, если идти по логике создания антикоррупционного суда, то надо принимать решение о создании суда для карманников, для домушников, медвежатников, депутатов, военных и еще кого-нибудь. То есть штук 10 их наплодить, а суд должен быть один, он должен быть справедливым и отвечать и руководствоваться законом. И последний вопрос касательно изменения закона о выборах. Мы за то, чтобы была отменена мажоритарная система сегодня, была пропорциональна, потому что в условиях, когда сегодняшняя власть довела народ до нищеты, во что превращаются мажоритарные выборы? Просто приходят и скупают голоса. И люди от отчаяния, от того, что им надо прожить, продают свой голос за какие-то деньги. Мы катерически против, это путь к политической коррупции. Еще одним прогнозом поделитесь. Вот как вы считаете, митинги, которые активизировались во вторник на этой неделе под Верховной Радой, они доживут до следующей пленарной недели? Кевляне их однозначно не поддержали. На свое мнение, эти митинги были устроены, внутри правящей коалиции произошел раскол. Часть людей выбросили из власти, и они, естественно, этим недовольны, и они хотят в той или иной мере вернуться к власти. Это было чисто внутри бывшей коалиции разбирательство, которое не имеет ничего общего с возмущением народа. Поэтому мы катерически против подобных явлений, поскольку они могут быть еще объектом провокации, и может пролиться кровь, как это было в 2015 году, когда на таком митинге взорвали гранаты, убили четырех нацгвардейцев, и до сих пор никто не понес наказание. И, кстати, когда мы поддерживали законопроект внесения в Конституционный суд о снятии неприкосновенности с депутатов, то мы одновременно, и в яском оппозиции нашей фракции, мы требуем отчета правоохранительных органов, их руководство о расследовании резонансных преступлений, которые произошли в стране, которые, в общем-то, породили обстановку хаоса и неуверенности у людей. Мы требуем, чтобы руководители этих органов отчитались, как они расследуют. Убийство журналистов, взрыв четырех арсеналов в течение года военных, расстрел пяти полицейских куняжичек, взрыв той же гранаты, когда убили четырех нацгвардейцев. Я боюсь, что список будет очень долгим, если еще продолжать и продолжать можно. Этот список, к сожалению, можно продолжать. Поэтому у нас большие претензии к правоохранительным органам. И непонятно, зачем в новом варианте бюджета им еще больше увеличиваются выплаты. Когда они не справляются, по нашему мнению, с тем хаосом преступности, которая есть сегодня. Спасибо, Юрий Анатольевич, за то, что присоединяются к нашему эфиру. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели.